Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры The Division. В прошлой серии мы с вами разгромили завод по производству Напалма, завод чистильщиков. Походили еще по всяким побочкам, в этой серии тоже. Пойдем на сюжетное задание, но предварительно, друзья, хочу немножечко потратить наших ресурсов и поотстраивать немножко базу. У нас тысяча ресурсов силового блока, я думаю, что можно нам заглянуть и что-нибудь здесь построить интересного. Пойдемте разбираться. Ох, ребята, ребята, что-то громкие нереально, а ну-ка, пять секунд. Что-то голосок вам надо бы потише сделать немножко. Давайте что-нибудь сейчас построим. Ну, друг, будешь строить, нет? Серьезно, давай строить будем. Чего ты стоишь? Так, оружейное. Что дает? Переносное укрытие. Так, преимущество гранаты, дополнительная ячейка. Передовое оружие. Доступ к торговцу с передовым оружием в силовом блоке. Друзья, вот интересно, я помню, что на высоких уровнях этот торговец продает, ну, высокоуровневое оружие. Я не помню, какое оружие он продает на моем, вот, допустим, на десятом уровне. А что нам, собственно, узнаем? Прекрасно. Теперь мы тут заживем со всеми этими наворотами. У тебя отлично получилось. Я думаю, узнаем. И еще у нас есть пятьсот. Давайте посмотрим, на что можно их потратить. Так, свернуть свое. При убийстве противника из пистолета вы получаете 30 патронов для основного оружия. А был ли выстрел? При попадании противника в голову у вас есть шанс 50% сохранить патрон. Угу. Стрельбище. Тренировка меткости на стрельбище. Ну, стрельбище интересное, только вот вопрос, что она дает нам. Талант и отчаянное положение, когда ваш запас здоровья снижается до критического уровня, точность стрельбы на вскидку возрастает на 20%. Кстати, неплохой талант. Останавливающее действие при подавлении противника урон, выстрел в голову повышается. Да, вот стрельбище надо построить. Талантики у него неплохие. Мы потом возьмем что-нибудь себе оттуда. Трофейная служба. Во, вот это интересно, трофейная служба. Что она нам дает? Ну, давай-давай, подсказочки. Все, спасибо. Спасибо. Талант. Твердая рука, когда за ней укрытие отдача снижается. Угу. Неплохо. На ходу при убийстве противника во время передвижения получаемый урон снижается. Понятно. Добытчик. Получение предметов из ящика для трофеев в силовом блоке. Каждые 12 часов. Берем. Все работает как надо. Назначаю тебя моим главным агентом по наведению марафета. Все, отлично, спасибо. И вот у нас этот трофейный ящик. Теперь у нас есть специалисты, которые смогут добывать для нас в Манхэттене снаряжение и припасы. И давайте сходим еще к торговцу, посмотрим. Соблюдая здоровье. Что у него появилось. И подойдет ли это нам по уровню. Супер. С этим арсеналом у хороших парней будет больше оружия. Так держать, агент. Друзья, тем временем у него вообще, посмотрите. Ну вот это мы скупаем по-любому. Емкость магазина, урон. Воу, друзья, вот это рожок. Вот это жесть. Даже парочку, наверное, таких купим. А может быть даже и три. Чтобы потом не мелочиться и не менять местами. Смотрим. Урон от выстрела в голову. Наркетического попадания. Снижение уровня угрозы. Давайте тоже парочку таких модулей прикупим. Угу. Оптимальная дальность, скорость перезарядки. Ну такое себе. Но прикупим тоже. Потому что здесь синие модули. Это круто очень. Урон от выстрела в голову. Оптимальная дальность. Пятнадцатикратный прицел. Обалдеть. Вот это круто. Потому что у нас максимально сейчас только двенадцатикратный. Берем СВД. Нет, просто купим. Потому что нам нужно снимать будет. Такс. И пистолетик возьмем. Заменим на свой. Пистолет можно сразу использовать. И вот эту штуку хочу проверить. И вектор хочу. И дробовик. Друзья, все хочу. Вообще. Глаза разбегаются. Красотища какая. Все, закупаемся. Спасибо тебе, друг, большое. Ты прямо обеспечил от души. Ну что. Нашу СВД нужно убирать. Так. Давайте-ка вот так сделаем. И снять все модификации. Снимаем. И вместо нее ставим вот эту. Хотя. Подождите. Наша получается в любом случае лучше. По урону. Хотя бы. Да. Зря вот эту покупал. Ну ладно. Ну да. Получается получше. А здесь. С 134. Ну. Однозначно наша лучше. Тогда замодим ее. Новенькими модами. Классными. Посмотрите сразу сколько ДПС. Просто не 6. 100. Становится. Красотища. Ручка. А что еще есть помимо ручки? 629. 6. Ну вот эту возьмем. Глушитель. Нет. Этот похуже будет. И оптика. Конечно же. 15-ти кратный прицел. Это просто супер крутая штука должна быть. Друзья. Должны видеть из него. Как я не знаю. Как в бинокль. Ну камуфляжик какой-нибудь. Нет. Красный уже надоел. Давайте лесной. Посмотрите. Смотрится как классно. Обалден. И я думаю под модем мы наверное. Хочу с полицейской М4 побегать. Сейчас вот это все мы хозяйство снимаем. Вешаем вот эту. Нет. Не вместо снайперки. Нужно вот так делать. Так. Так. 11 уровень. Ждем 11 уровня кстати. Да. Все верно. И модификации. Так. Ну вот тут вопрос. Нужно ли нам ставить именно эту оптику. Может быть коллиматор. Шанс критического попадания. 5. 323. 28. 33. Ну по любому эта оптика лучше. Но конечно с 15-ти кратным ходить такое себе удовольствие. Поэтому попробуем. Если не понравится поменяем на что-нибудь другое. Да я даже не знаю. Давайте вот такую сделаем. Ну что. Проверим. Кстати. Давайте я вам покажу что такое стрельбище. Оно у нас вот здесь. Закрытый тир. Теперь наши новички быстрее научатся стрелять. Здесь можно тестировать оружие. Внимание. Вы находитесь в безопасной зоне. Вот это у нас выстрелы в голову. В них идет критический урон. Смотрите. Для сравнения. Выстрелы в тело не такие. Выстрелы в голову побольше. Урон. На разных дистанциях можно тестировать. Можно вот с прицелом. Но с прицелом конечно вообще жесть. Колбасит по дикому. Ну в общем так вот. Можно поиграться здесь. Пострелять. Давайте например нашу СВД проверим. По 3 400 друзья в башку присылает. Смотрите какая красотища. 3 400. Все. Отправляемся дальше. Ищем операцию какую-нибудь интересную. Классную. И выдвигаемся. Если вы заметили. Немножко я сменил тут курточку. Чтобы. Чутка хоть. Разнообразие было какое-то. Не в одном образе постоянно бегать. Пулемет классный. Но. Вот эта винтовка. Она точнее. Попробуем с ней побегать. Посмотрим. Как оно будет у нас происходить. И давайте смотреть. Во-первых. Куда нам нужно. Где чего у нас не доделал. У нас много инцидентов. Но операция. Вот она. У нас есть операция. Нужно зачистить весь этот дом. Нет. Пожалуйста. Не надо. Я не болен. Нет. 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 У нас будет много работы. Они разбегаются как крысы. Не ссы. Мы до всех доберемся. Уровень противника 14. Хотя вы знаете. Многовато. Наверное. Многовато. Давайте мы выберем еще какой-нибудь. Для открытия. Опорный пункт. Например. Вот этот. Но. Пойдем. Вот. Из этого опорного пункта. У нас какие еще варианты. Вообще. Где у нас еще есть опорный пункт. У нас есть вот этот опорный пункт. Вот эта операция. Мы на нее. Помню. Ходили. Там отвесили немножко люлей. Еще операции есть на той стороне. Но нам. Да. Наверное. Давайте мы сейчас. До вот этого опорного пункта. Быстрое перемещение делаем. Из него откроем. Вот этот. Потом вот этот. Посмотрим. Какие операции нам дадут. Прямо сразу. Без промедления. Без промедления. Ставим вот сюда. И бежим. Без задержки. По всем данным. Эта зона безопасна. Так. 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 Как бы нам выйти отсюда? Здесь реквалились с теми новостями. Которые мне интересно печатать. Вот сюда. Ведь печать. А, стоп. Не сюда. Иногда тут такие путанные входы-выходы. Вы покидаете безопасную зону. Очень жестко порой. Агент. Нам сбросили ящик припасов. Нужно забрать его срочно. Нам это по силам. Нет, друг. Подожди. По силам. Но нет. Пока не хочу. Внимание. Приближается противник. Не хочу. Противник. Не надо. Нет. Я не сюда. Извините. Защищайте груз. Я не подписывался. Я не выбирал эту операцию. Не дурите мне голову, пожалуйста. Дайте я пробегу туда, куда нужно. По припасам ведется огонь. Ой, какие вы вообще жесткие все ребята. Взяли мне, навязали какую-то операцию, которую я не собирался выполнять. Я перед тобой в долгу. Да ладно, все нормально. Оставь себе. Что хотело быть должным нам, оставь себе. Адская кухня. Да, вот это, кстати, нам по уровню локация. Поэтому, наверное, мы сейчас будем ее проходить. Агент, противник на складе ЦР на 40-й улице. Требуется помощь спецотряда. Ребят, вы запарились, слушайте. Ну ладно, давай поможем. Где там твои противники? Все? Или еще что-то нужно? Как дела, друг? Скажи. Все, мы сможем идти дальше. Мы свободны. Без вашей помощи мы бы погибли. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТП. Нет, видимо нет. Внимание! К вам приближается противник. Приближается противник! Ой, серьезно, он там будет сидеть теперь, что ли? Посмотрите, им почти хватает выстрела в голову. Почти. Снайперка хороша, определенно. Слушайте, классный М4 долбит. Вообще кучно очень. Все, пацаны, удачи. Я рад, что я вам помог. Мы почти пришли. Еще нам сколько? Сто метров остается? Нужно по шустрику добежать. Свои. И на какую-то операцию выдвигаться у нас время, к сожалению, уже мало. Операции здесь долгие. Боюсь, что можем не выполнить сразу. Но попробую. Обязательно. Так, секунду. А где вход? Требуется первый глобальный этап. В смысле, что это такое? Серьезно, что ли? Я зачем сюда шел? Вы что, издеваетесь? И что это за глобальный этап? Это купить надо где-то? Это какое-то дополнение? Или что это такое? Ну, походу, дело да. Друзья, вот я многого уже не знаю в этой игре. Многое поменялось. Наверное, нам не сюда. Пойдемте, значит, тогда сюда. Слушайте, не знал, что сюда зайти нельзя. Реально. Как-то даже получилось неприятный момент. Зря только бежал. Да, я вот уже чувствую необходимость все-таки между серией пробежаться. Хотя бы открыть эти опорные пункты. Потому что... Вот так наматывать круги, это нереально. Вообще нереально. Так, вы знаете... Нет, нет. Теряю время. Долго сейчас бежать туда, долго это... Давайте, значит, что? Идем вот сюда. А лучше даже сразу вот сюда. Агент, у нас серьезная проблема с... Вот попробуем сейчас пройти этих ребяток. Я помню, они мне маленько наваляли в прошлый раз. Но в этот раз, я думаю, может быть у нас попроще это дело пойдет. Посмотрим. Робс сообщит все подробности. На этом... Наша главная задача починить трансформатор на Таймсквер, пока не вышла из строя сеть всего района. Чинить будешь ты по моей пошаговой инструкции. Я надеюсь. О, Господи. Прежде всего, нам нужно вручную отключить электричество. То есть тебе нужно. Это может показаться бредом, но поверь, как нам. Вылезай, давай. Ты-то сам сколько планируешь протянуть, гад? Слушайте, ну сейчас пободрее идет дело. А вот это, кстати, новая группировка, друзья. Это зэки. То есть заключенные, которые здесь выбежали из всяких разных тюрем и бесчинствуют. Давайте смотреть, что от нас здесь требуется. Будет сложновато. У них есть такие бойцы, очень тяжелые, с дробовиком. Они, если доходят, то кладут, как правило, на месте. Просто дерни за рубильник. Вот и все. Так, электричество отключили. Теперь можно спокойно чинить трансформатор. Извини, родствен, но я беру командование на себя. Я успела идентифицировать трупы в той комнате. Это агенты спецотряда. Агент, пока мы не выясним, что произошло, все прочие твои задания отменяются. Так, не упустят шансы. Но и мы что-то тоже не пальцем делаемые. Так, пулеметчик появился, гад. Наверное, надо на СВД переходить. Ой, 6 какая вообще. Слушайте, тяжеловато будет. Очень тяжеловато. Все, завалили, гады. Слушайте, тяжело идет. Вообще не знаю почему, но тяжеловато. Это мы даже с боссом не сражались еще. Стрельба привлекла внимание зэков, так что сейчас на тебе считай, что мишень нарисована. Они не упустят шансы подстрелить такую крупную дичь, как ты. Я вот подумаю, может мне пулеметик взять? Как-то прям проблемно вообще идет здесь. Пулемет хотя бы не скорострельный, а много боеприпасов у него. Придется, придется, гад. Вылезу сейчас, подожди. Ой, ты запарил. Так, друзья, аккуратненько идем потихонечку. Не спешим. Давай, давай, вылезай, гаденыш. Ой, серьезно, ты там будешь сидеть. Посмотрите, упырь какой сидел. Ждал, пока я залезу, гад. Так, и тем временем у нас фиолетовые подоспели, ребятки. Ох, тяжело. 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 Ну что, неужели отстрелялись? Плюс-минус, конечно. Сейчас вот этого красавца последнего достанем. Гаденыша. Все. Сдохни, тварь. Сколько крови попили, гады. А миссия будет непростая. Даже очень. И где-то здесь боеприпасики можно пополнить. Так, теперь я займусь этими записями. А ты можешь дальше помогать Ротсу чинить электросеть. Я от тебя больше ничего не нужно. А то я могу еще подождать. В общем, нужен исправный блок предохранителей. Уоррен Гейт, энергетическая компания, выслала бригаду ремонтников. Но записи о проведенном ремонте нет. А это значит, что запчасти, в том числе блок предохранителей, до сих пор в том фургоне. Я вычислил, где он должен быть. Так что, если у тебя есть время... Ротс, красавчик. Да есть, зайдем, конечно, так. Промежду прочим, тут будем прогуливаться, заглянем. Сейчас попрут, гады. Чувствую. С трудом в это все верится. А, вот они где стоят, красавцы. Сам получай. Ох ты, не хватило тебе, дружок. Чуток, да? Ну, вылезай. Отвали. Ох, жесть, цепанула все-таки гадина. Серьезно, что? Чего? Чего ты умираешь? Нужно вставить этот блок предохранителей в трансформатор. Я покажу, куда именно. Если нам повезет и все получится, тогда на Таймсквер снова будет светло, как в старые добрые времена. А что сейчас за жизнь была? Почему он дох у меня? Вообще непонятно. Ох, вот это плохо. Знаете почему? Потому что у нас пистолетик. Пистолетик у нас надо модифицировать. Скорее всего, лучше сейчас. Если у нас, конечно, что-нибудь на него есть вообще. Так, у нас есть увеличенный магазин прибавит нам немножко. Здесь что? Точность давай. Здесь. Пойдет. Все. Модифицировали. Сейчас просто у нас будет с пистолетом миссия, поэтому будет сложно. Надеюсь, ты его тащишь аккуратно. Если надорвешь спину, вряд ли тебе дадут больничный. Спасибо, Ротс. Умеешь поддержать. Больничный тут уж вряд ли вообще кому-то дадут. Угу. Значит, все-таки положить его можно. На время. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ой, как жестко вообще. Нереально жестко. Пошел ты, гаденыш. Все-таки дошел, сволочь. Все. Подождите, сперва соберу сейчас все, что с них повыпадало. Потом продолжим. А здесь аптечки. И все остальное. Придется эту штуку периодически бросать на землю. Иначе по-другому просто никак, друзья, не получится. Миссия эта непростая. И мобы здесь, противники, очень тяжелые. Накуривают просто на ура. Вспоминаю миссию с прошлой серии. Вообще никакое сравнение не идет. Здесь реально сложно. И вот уже, уже, уже стреляют, гады. Придется, придется. Сейчас вылезу, подожди. Ох, как тяжело, друзья. И меня тут аптечку последнюю использовать все-таки. Да, придется использовать. Так, отстрелялись. Ох, и это ведь не босс еще. Это жесть. Это еще не босс. Давай, бери эту чертову коробку. Будь она не ладна. Ну, уродс. Я тебе это припомню. Ну что, донесем? Нет? Давай, давай, быстрее. Давай, давай, быстрее, быстрее. Прятаться надо. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Еще, еще, еще где-то. К сожалению, это дело не быстрое. Тебе там придется немного задержаться и удостовериться, что все нормально работает. Прости, но там опасно. Позиция простреливается. Уголовники не дураки. Они наверняка туда заявятся и будут мстить за убитых тобой братков. Так, мстить за братков будут. Маня, обнаружен противник. Да уж, веселого мало. Обнаружен новый противник. Так, где, кто, откуда. Быстрее, быстрее. Дайте направление. Снайпер, гад. Нужно снимать его первым, мне кажется. Иначе будет жестко. Отлично, все. Сняли, гады. А где еще противник обнаружен? По идее, же должен быть еще и босс. Что интересно. Так, подсобираем сейчас, что выпало. Здесь аптечки должны быть. Так и есть, отлично. И беги, беги, беги. Ты что, не останавливайся? Сейчас в спину начну стрелять. Так, а вот интересно, они почему-то не выходят. Странно. Так, и где? Один где-то придурок засел, наверное, и орел там сидит. Ой, жесть какая, что-то колбасит сильно вот эту винтовку. Вроде бы все нормально, но удержать ее практически нереально. Беги, 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 пока прячемся. Пока не спешим. Прячемся, смотрим обстановку. Ой, жесть. Ой, там снайпер еще гад. Отлично, все, сняли снайперы. Так, вылезай, рогатка. Ну? Не хочешь. На-ка, получи слегка. Ой, дерево. Это вообще, как ты тут не в тему? Это дерево. На-ка тебе, вот что. Поиграй-ка. Отлично, все. Ну вот, теперь все работает. Сдухнет, ворюга. Сеть стабильно, лампочки горят. По крайней мере, те, которые еще не разбили. Теперь это похоже на прежнюю Таймсквер. Вроде мелочь, но для людей это важно. Тяжело, очень тяжело, друзья. Действительно жесткая операция. За все время, пожалуй, первая сложная операция. И прошел ее в одиночку. У нас новая улика, давайте будем смотреть. Так, не сюда, досье. Улики. Вот она. И где? А это вот как раз агенты. Это агенты первой волны. Агент, мы нашли запись с камер наблюдения. Мы, наконец, знаем, что стало с первой волной. По крайней мере, с некоторыми из агентов. Теперь уж я точно не отступлюсь. Попомни мое слово. Это еще не вся правда. Просто их расстреляли там вообще, как какой-то скот прям в этом метро расстреляли. Жесть. А вот у нас перчаточки чуть побольше брони. Наверное, мы их и возьмем. Давайте посмотрим, что у нас там еще подоспело. Кстати, мы же можем уже поменять винтовочку нашу, которую мы там берегли. Но у нас есть получше. Вот это, G36. Будем, наверное, мы ее сейчас вместо вот этой. Нет, 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 не это нам нужно. И давайте вместо нее возьмем вот эту G36 на 4 600 урона. Замодим сразу ее красиво. Так, интересно, а вот этот прицел больше дают ДПС? Нет, нет, не больше. А этот? Вот этот, пожалуй, возьму. Этот будет поинтереснее в этом вопросе. Все, отлично. Остальное все... Ну, плюс-минус не очень. Пистолетик у нас упал. Пистолетик похуже будет, поэтому все. Отлично. А ну-ка посмотрим, как она у нас поливает. Ну, колбасит ее здорово, конечно, но ладно. Погоняем с ней. Все-таки ДПС у нее гораздо больше. Что мы еще успеем? Что-нибудь должны. Например, открыть вот этот опорный пункт. Пробежать здесь вообще ерунду. Смотрите, как прикольно выглядит здесь вот эта вот пурга, снег. Вообще не видно ничего, практически в упор. Игра максимально атмосферная. Конечно, очень круто она удалась разработчикам в плане деталей и атмосферности. Обалденно. Прям вот настолько какое-то погружение в эту игру. Чувствуешь, что вот на какую-то секунду даже перестаешь замечать, что у тебя за пределами монитора вообще еще что-то существует. Зачем ты это делаешь? Я просто люблю бегать, друг. Знаешь, морозным вечерком побегать, погонять. Интересно. Советую и тебе. Осенняя надежда. Классно. Мой товар как раз то, что вам нужно. Ну что, агент. В таких случаях говорят, приятно познакомиться, но... Ты же все понимаешь, когда речь идет о выживании недоприятностей. Так что я тебе скажу честно. Наше знакомство интересно мне исключительно с прагматической точки зрения. Потому что если на чистоту без тебя мы не справимся. И это не комплимент... Ой, друг, ты долгий капец вообще. Твой коллега вон, с другого опорного пункта, например, нам автограф хотел дать. Так, а где... Где наша доска? Ммм... Вот она. Ну давай глянем, давай. Что там у тебя? Так, брони побольше, живучести поменьше. Вы знаете, тут... Одна броня практически везде. Я думаю, надо брать. Например, вот эти. По-любому. Плюс 10 живучести. Давайте-ка купим на всякий случай. Еще есть броня, в которую втыкаются вот эти вот модификации. Поэтому их надо бы покупать. Смотрим. Так, вот это. Нас везде падает живучесть. Причем очень сильные. Нас, кстати, здорово пробивают. А здесь даже возрастет живучесть. Вот это берем. Здесь что? Падает. Здесь возрастает. Но падает урон. Ладно, ничего страшного. Урон не самое главное. Нам бы живучести. Сила навыка. Все. Пожалуй, наверное, это все. Больше ничего менять не буду. Остальное все просто продаем. Пулемет. Пулемет. Ладно, продадим. Ничего страшного. Ну, модификации пока продавать не буду. Все это дело нам пригодится в будущем. Вот этот прицел только продадим. Серый, бесполезный. Вам реально повезло. Ну, здесь у меня в тайничке, конечно, стволы классные лежат. Но, друзья, отсюда мы ничего с вами не наденем. Потому что здесь все только 30 уровня. Но смотрится, конечно, посмотрите просто какие уроны. Сто тысяч ДПС. Сто пятьдесят три тысячи. Обалденно все это выглядит, конечно. Даже есть какой-то историк у меня, не помню, откуда этот ствол. Но он какой-то прям вообще легендарный там максимально. Ну что? Заглянем куда-нибудь еще, интересно. Или нет? Что тут есть поблизости? Быстренько сделать такое. Инцидент. Так, а что здесь? Это, наверное, защита груза. Ой, защита груза такой себе инцидент, конечно. А вот давайте лучше вот этот. Этот поближе будет. Заодно потестируем сейчас нашу новую винтовку. А вот мне интересно, я могу что-нибудь вставить? Вот, ячейка есть, например. Да, могу, кстати. И это хорошо. Так, а еще вот сюда. И вот сюда могу. Прекрасно, друзья. Ты что, сдурел, что ли, дурак? Где жегу? Внимание, диспетчер спецотряду. Зэки заблокировали дорогу на углу 53-й западной и Бродвее. Надо ее расчистить. Какая жесть вообще. Откуда навалили, гады? Все. А, так мы пришли уже на этот инцидент. Ё-моё, я думаю, откуда такая жесть посыпалась? Вообще нереально. Запрошено подкрепление ОТГ. Внимание, к вам приближается противник. Пускай, я согласен. Где ты? Противник ужасный. Хотя вот эти ребята жесткие. Как-то пожестче остальных. Слушайте, неплохой вот этот ствол. Получше М4 будет. Противник. Довольно-таки кучно, на большой дистанции дает он. Внимание, к вам приближается противник. Так, откуда? Мне кажется, вот отсюда попрут, по-моему. Нет, вот отсюда. Внимание, к вам приближается противник. Спасибо за расчистку дороги и за то, что заодно убрали мусор. Забирай, что тебе нужно. Все. Всем помогли. Всех спасли. Отлично, друзья. Серия наша подошла к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Друзья, советы, пожелания, предложения. Все направляйте в комментарии. Будем с вами там общаться. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.